История домашнего неодиких зверей, сильными мира сего, начинается глубоко в древности. И начинается она в Азии. Одним из первых яростных хищников, ставших на службу человеку, был сундамбарский бенгальский тигр. Это животное встречается на каменных барельефах с изображением служебных свораджей, относящихся ко второму-третьему тысячелетию до нашей эры. Но еще раньше, по всей видимости, в хараппской истории Индии, одомашнены были и львы. Неспроста они были официальным символом государства. Эстафету перенял Китай, а позже эта необычная часть наступательного живого вооружения распространилась и на весь континент. Вплоть до изобретения грохочущего огнестрельного оружия, Азия сражалась при помощи диких зверей. Они бывали в авангарде, и если противник вел в бой быков, слонов или лошадей, то одного рыка, тигра или леопарда, позже и гепарда, было достаточно, чтобы животные впали в панику и смяли собственную армию, отступая. К началу правления Сулеймана Великолепного дикая армия зверей превратилась в декоративное развлечение властителей. И в главном гареме Осматской империи, во дворце Топкапы, жили отнюдь не только кошки, голуби и канарейки, как нам показали в турецких сериалах «Великолепный век» и «Империя Кюсэм». Огромная империя могла позволить себе отлов хищников, семейства кошачьих прямо на своей территории. Под наблюдением путешественника Антония Голанда, который побывал в Стамбуле в 1672-1673 годах, При дворце Топкапы был настоящий питомник с леопардами, гепардами и хищными птицами, которых использовали для охоты. Но еще раньше султаны увлекались другими экзотическими животными, и гости империи с удивлением узнавали в домах львов и в домах слонов остатки византийских церквей. К середине XVI века прирученных диких животных в Стамбуле было много не только при дворце. Как писал французский проповедник Жером Мауран, побывавший в Стамбуле в 1544 году, ему встречались идущие на поводках рыси, леопарды и даже тигры. Животных, как известно теперь, содержали в неком подобии цирка притоп Копы, рядом с храмом Святой Софии, вплоть до XVIII века. Дрессура, по словам проповедника, была на таком высоком уровне, что леопард переносил в зубах живого ягненка, не причиняя ему вреда, а слоненок задорно играл с импровизированным мечом. Играли с животными и внутри дворца. Часто в гарем приводили ручных леопардов и львов. Но это были молодые животные, игривые и послушные. Еще во дворце всегда жили на вольном содержании в садах павлины, любили османские правители и колубей. Некоторые садовники дворца разводили в большом количестве певчих птиц в клетках, а султаны иногда держали в покоях попугаев. Например, любил попугаев султан Абдулхамид II. Нередко султаны дарили животных своим любимым женщинам. Это были обезьянки, экзотические птицы, аисты и даже газели. Так что дикие животные в гареме, изображенные на многих картинах в стиле ориентализм, были реальностью. В отдельном здании рядом с дворцом можно было увидеть и покормить настоящих хищников, часть из которых содержалась в клетках. Впоследствии, когда землетрясения 1766 года и последующий пожар 1802 года сильно повредили эти здания, зверинец был размещен в восстановленном дворце Фазлы Паши на бывшем ипподроме. К сожалению, довести замысел до уровня организации полноценного зоопарка европейского типа османские правители уже не успели. Империю начали сотрясать военные конфликты изнутри и со стороны стран Европы. И к началу 20 века османский зверинец перестал существовать. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова